В Екатеринбурге в четырехэтажке на Ильича 7, что на Уролмаше, работники местной управляшки с помощью трактора и грузовика зачистили таки тротуар от мусора, который в течение недели выбрасывал с балкона третьего этажа 35-летний абориген, как сообщает очевидец, вроде как без признаков психического расстройства. Еще вчера под стенами седьмого дома, прямо на тротуаре и окрестных сугробах, можно было наблюдать старые диваны, тумбочки, полочки, какие-то железяки, бутылки, в общем всякую бытовую рухлядь, которую теоретически нужно было бы вынести на помойку. Но, видимо, хозяин этого скарба заленился и повышвыривал старье с балкона. Вероятно, у него ремонт или переезд, и он в худших итальянских новогодних традициях повышвыривал старую мебель с балкона на тротуар. Хорошо, что по последнему в момент катапультирования старья никто не гулял. Обошлось без жертв, хотя вообще-то на этом тротуаре, на тихой улочке Ильича, люди попадаются. Ну, видимо, старьевщик, когда выбрасывал шматье, все-таки поглядывал вниз. Хотя красную ленточку на уровне тротуара не натягивал. Типа косяк. Вот вход в наш офис, а вот наша свалка. Вот третий этаж дома. Оттуда кидаются постоянно бутылки. Просто кошмар. Вот что у нас творится тут каждый раз. Вот такая вот история. Просто кошмар. Уже, видимо, начали убирать немножко дворники. Но это просто все скидали на газон. Так все то же самое. Запах ужасный. Вот и постоянно вот такой ужас. Дальше тоже весь мусор. Все кидаются вот так вот на пол. С балкона прямо. Чуть ли не на голову. Как вы поняли, это видео сняла женщина, которая трудится в офисе на первом этаже, прямо под балконом этого псевдо-новогоднего неаполитанца. И заметьте, на стене офиса написано русским по белому «Продам». А прикиньте, как этот мебельный кидал от достал работников офиса, что они решили помещение продать и съехать в более спокойное и безопасное место. После того, как информация о выброске мебельного десанта попала в СМИ, шансы на продажу этого офиса сильно упали. Аборигены поговаривают, что будто бы мусор с этого балкона выбрасывают уже не в первый раз. Ну а раз не в первый, то, скорее всего, и не в последний. Впрочем, надо заметить тем, кто вдруг захочет прикупить эти помещения на Ильича, что местная управляшка достаточно быстро реагирует на свалившийся с неба мусор и убирает его. В этот раз прошла всего неделя. Серьезно, без сарказма, всего неделя. Теоретически, эта свалка могла существовать гораздо дольше. И не сам Швариала, ни другие аборигены даже бы не пошевелились, чтобы тротуар расчистить. А нафига, если есть специально обученные коммунальщики, которые за это деньги получают. Ну что ж, и на этот раз зачистка территории произошла. Движемся дальше.